Около 12 тысяч человек вышли в Гонконге на протест. Люди обеспокоены предложенными поправками в закон об экстрадиции. Согласно им, подозреваемых смогут отправлять в материковой Китай, где их предположительно могут ждать пытки и репрессии. Многие считают, что подобная реформа лишит азиатский финансовый центр привлекательности в глазах иностранных бизнесменов. В настоящее время подобную экстрадицию проводят только в страны и юрисдикции, с которыми Гонконг заключил двусторонние соглашения. Договоры были подписаны ещё до того, как в 1997 году Великобритания передала остров КНР. Китай был исключён из списка из-за опасений, что коммунистические власти страны нарушают права человека. Новые изменения не только позволят экстрадировать подозреваемых в Китай, но также запретят законодателям блокировать отдельные распоряжения об экстрадиции, подписанные главой администрации Гонконга. Последнего многие правозащитники и активисты называют ставленником Пекина. «Поправка об экстрадиции затрагивает не только гонконгцев, но также и иностранцев, которые живут здесь или сюда приезжают». Такие правозащитные организации, как Human Rights Watch и Amnesty International уже направили главе администрации открытое письмо с призывом не принимать поправки. «Наверное, самый худший вариант развития событий – это если активистов Гонконга заключат в тюрьму в материковом Китае, несмотря на то, что они являются постоянными жителями Гонконга». В отличие от материковой части КНР, Гонконг подчиняется Международной конвенции ООН о гражданских и политических правах, а также конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Они запрещают возвращать людей в места, где есть риск, что они подвергнутся пыткам и жестокому обращению.